История появления средней школы номер 31 на карте Бреста начинается в далеком 90-м. И за долгое время своего существования это учреждение образования успело зарекомендовать себя. Здесь необходимые знания получают 635 учеников. Одна из главных задач педагогического коллектива – качественные полноценные знания учеников. Но и осуществление ремонтных работ для поддержки внешнего и внутреннего вида здания со счетов не списывается. В нынешнем году специалисты проводят следующие ремонтные работы. Было принято решение произвести капитальный ремонт пищеблока. Основная цель – это улучшение и укрепление материально-технической базы учреждения образования. И на сегодняшний момент это более успешной реализации пилотного проекта по питанию, который в наше учреждение вступает с 1 сентября этого учебного года. Но помимо капитального ремонта пищеблока в учреждении образования есть график своих мероприятий по подготовке учреждения образования к новому учебному году. И это капитальный ремонт, текущий ремонт, косметический ремонт учебных кабинетов, установка стеклопакетов, то есть замена деревянных окон на стеклопакеты. Благоустройство территории тоже занимает огромную часть нашей работы. В московском районе на базе 31-й школы в летние дни активно идет модернизация пищеблока, как внутри, так и снаружи. Это стратегически важный объект. Он находится под контролем московской администрации. Уже к сентябрю здесь появится современное кухонное оборудование и новая мебель в столовой. Сегодня в городе Бресте на 2023 год работы ведутся еще в двух учреждениях образования – 18-й школе и 27-й. Потому сегодня перед строителями стоит задача не только справиться с объемом работы, но и сделать все в срок и качественно. Это кардинально другой вообще пищеблок. Здесь заменены все системы, вся отделка меняется на новые материалы, более качественные и более современные. Достаточно большой объем, но мы планируем сделать это все в течение лета, в течение каникул летних, чтобы дети уже пришли в новый пищеблок кушать. Мы делаем все качественно и все делаем в срок. По оснащению, по оборудованию он, конечно, будет модернизирован, он уже будет современный, комфортный, светлый, уютный и максимально приспособлен для улучшения качества питания учащихся. На прошлый учебный год у нас вместимость была 120 учащихся, на этот планируем 160. Помимо апгрейда столовой, делается и косметический ремонт в классах, освежается краска на стенах и потолках, окрашиваются полы, ремонтируется мебель, производится замена окон, выполняется мелкий текущий ремонт. Ничего не остается без внимания. Выделяются как бюджетные средства, а также используются средства, полученные от внебюджетной деятельности. Покраска стен, пол, возможно, существует какая-то деформация, тоже ее устранение, замена стендов, замена обновления учебных пособий. Это косметический ремонт. А текущий ремонт – это уже полностью, как в этом учебном году, у нас осуществлено 5 кабинетов текущего ремонта. Там уже и побелка потолка, стены в соответствии с санитарными нормами и правилами, приведены пол и замена там ролет, частично мебели. Завершиться основные ремонтные работы должны к середине августа. Конечный результат проверит и оценит комиссия, ответственная за приемку школ и детских садов. К каждому учреждению образования выдадут паспорт готовности.